Книга «Открытым оком», том 15, вопрос 3025, тема литература. Почему евангелист Иоанн так многослойно зашифровал свои пророчества? Пророки прямо говорили к конкретным городам, к правителям, а Иоанн так туманно написал, что не только тогдашние, но и сегодняшние тираны ничего для себя в тех туманностях взять не смогут, спят спокойно. Отвечает Игнатий Дихонович Лапкин, есть выражение «не дразнить чужих собак». Иногда оно применимо и к первым христианам. Им нужно было всемерно распространить евангельскую веру и по возможности не пробудить спящего дракона льва. Это был выигрыш во времени. Да и знали они, что речь шла о языческих креатурах, и им к покаянию это не было бы, а только к воспламенению злобы, нагонимых и бестовых христиан. Не случайно книгу «Апокалипсис» о откровении Иоанна Богослова так долго церковь опасалась вчинять в канон. У многих святых отцов церкви, как у Иоанна Златоуста, нет никаких ссылок на эту книгу, и она не читается в церкви на богослужениях до сего дня. Почему? Подобная участь была и у «Песни песни» Соломона. Оба автора изображают состояние церкви, и, видимо, каждый подходил к понятной ему аллегории по-своему, к образу жизни. Соломон через образ девицы, которой он утешается в саду на траве, видя ее обнаженной и описывая ее прелести. Песни 2, 6, 8, 3. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Там же 7, 8 тервий. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее. И груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Иоанн же видит преследование этой, уже забеременевшей жены, принца неба. Откровение 12, 4. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенцу. В дальнейшем апостолы открыто обличали правителей. Целые нации выставляли к позорному счету. Титул 1, 12, 13. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утровы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине облича их строго, дабы они были здравы в вере». Это подобно тому, как Николай Михайлович Пржевальский путешественник кратко описал киргизскую нацию. Народ мелкий, ленивый и вороватый.